Тину Каролидана Балана поженили. Так в сети появилось видео, где ведущий знаменитого шоу «Голос Краине 9» Юрий Горбунов разговаривает с публикой во время съемок очередного эфира телепроекта. В кадре во время беседы виднеются Тина Каролидан Балан. Так поклонники в студии говорят о том, что приобрели специальные костюмы для свадьбы Тина и Дана. В частности, одни фанаты были в костюме вампира, проектируя образ на Дана Балана, другие – в костюме милой кенгуру. Последний образ фанатов, естественно, своего рода прототип самой певицы Кароль. Более того, в беседе ведущего и фанов отмечается, что когда-то Дан Балан назвал Тину Кароль кенгурушей. Во время беседы поклонников сами виновники вели себя весьма противоречиво, они немного кокетничали, улыбались, певец постоянно комментировал реплики из зала и загадочно смотрел на Тину. Некоторым фанатам после просмотра видео показалось, будто в его окончании Дан Балан выкрикнул «Мы вместе». Напомним также, в эфире «Голос Украине» 9 Тина Кароль и Дан Балан сыграли с Коженой веселье. Звездные тренеры вместе с участниками своих команд подготовили яркие совместные выступления. Одним из самых запоминающихся номеров за кулисами в шутку окрестили свадьбой Тины Кароль и Дана Балана. Что же на самом деле происходило на сцене? Потап и его подопечные Карина Арсентьева и Виктория Ягич спели нашумевшую композицию «Найкращий день», ставшую официальным саундтреком к фильму «С Коженой веселье». Как только заиграла зажигательная музыка, Балан и Кароль пустились в пляс. Горбунов тут же пошутил, что номер можно считать свадьбой звездных тренеров. Напомним также, что недавно Тина Кароль и Дан Балан станцевали свой первый медляк. Трогательный момент случился во время завершающего эфира вокальных боев. Балан подался порыву и закружил коллегу в танце под композицию группы «Жуки Батарейка» и легендарную песню «Sting Shape of My Heart», которую исполняли грузин Георгий Дорохвелидзе, одесситка София Шафир и итальянец Самуэля Грилли. Эта выходка настолько вскружила голову певица, что ей было сложно достойно оценить выступление.